Приветствую вас. Не знаю, когда вы будете слушать эту запись, то есть вы сказали, что вечером, но мало ли, может быть, у вас не получится в это время, кто знает, поэтому еще раз приветствую вас. И я внимательно прочитал ваше сообщение, внимательно прочитал вашу большую письму, рассказ, и знаете, вот вы в конце пишете такую вещь, что у вас манера речи сказочная. Как будто вы рассказываете что-то. И действительно, есть очень такой творческий подход, мне кажется, к рассказу. Это и цитаты, которые я, честно говоря, первый раз вижу в формате своей работы, да, то есть мне периодически люди присылают письма, но вот цитаты каких-то песен мне не присылал никто, и вы знаете, это было очень неожиданно для меня читать подобные вещи. Значит, вы также упомянули фразу о том, что если застегнул пуговицу, первую пуговицу неправильно, то дальше будешь застегиваться также неправильно. И здесь я, наверное, с вами не соглашусь. Конечно, мне бы не хотелось с вами спорить, потому что эти споры в нашем случае истины не раздаются. Мы высказываем мнение, мы говорим, и то, что говорю я, либо найдет отклик вашей душе, либо нет, я надеюсь, что найдет. Так вот, в психологии есть такое, знаете, такое походное выражение, смысл которых сводится вот к чему. По пирамиде Маслоу, это такой психолог личности, гуманистический психолог Абрахам Маслоу. Так вот, по пирамиде Маслоу, очень понятно, что если человек каких-то желаний не достиг, какие-то желания не удовлетворил, он действительно будет страдать симптомом, ну вот, симптомом, например, недоиграл, недогулял, недолюбил и так далее. И все нужно сделать. Нужно вернуться к этим желаниям и их удовлетворить. Если у человека остались какие-то невыраженные чувства, невыраженные эмоции, нужно вернуться к обстоятельствам, которые их опосредовались, и заново перенесите все эмоции. Условно говоря, если неправильно застегнул пуговицу, ее можно расстегнуть и застегнуть правильно. Но уже с учетом ваших знаний. Ваш такой большой рассказ мы разделим на отдельные части, потому что объем действительно большой, и говорить обо всем сразу мне бы не хотелось. Значит, мы поговорим вначале о том, что с вами происходило в институте, в первом институте. Потом мы с вами поговорим о том, как получилось так, что у вас произошла неприятная ситуация с выбором этого института. А далее, в конце я постараюсь ответить на ваши вопросы, но что-то, я думаю, будет понятно лучше и из того, что я скажу по ходу вашего письма. Итак, во-первых, значит, вам не нужно бояться, что я вас как-то одному, или как-то расскажу то, что мне стало известно другим людям. Я уважаю профессиональную этику. Если бы я ее не уважал, я, наверное, не стал бы заниматься тем, что я делаю. Вы как человек, который любит помогать людям, надеюсь, меня поймете. Я действительно ценю свою репутацию. Мне очень важно, чтобы моя репутация была идеальной. И, скажу честно, все документы после того, как я с ними заканчиваю работать, я удаляю. Ибо просто потому, что мне не на чем их хранить. Да, документы сохраняются в истории переписки. То есть вы мне его прислали, он там есть. Тут уже, я думаю, вы можете обратиться к администрации сайта, если нужно, я дам вам адрес человека, который отвечает за работу сайта. Ну и постарайтесь с ними как-то решить вопрос, чтобы этого файла не было на сервере ресурса. Дальше. Значит, я не... Вы же пишите, что вверяется себя на мой суд. Я понимаю, что это фигура речи. Но, тем не менее, я не буду вас судить. Я не судья, хотя первое образование у меня юридическое. Я не судья. И судить человека, тем более такого образованного, интеллигентного и эрудированного, как вы, я не буду. Дальше у вас идет рассказ про ваши высшие учебные заведения. Два высших учебных заведения, которых дается характеристика. Эта характеристика дается в основном сравнительно. Но про сами заведения мы с вами поговорим чуть позже. А пока речь идет о том, что вы называете свои первые рукоподушные надежды. Вы называете... Называете ею то, что вы хотели найти хороших друзей, которых у вас не было в школе. Мальчики были грубыми заделистами, а среди них не было добрых и мягких, как вы. И в школьные годы вы общались с девочками. А вы знаете, вот этот момент, пожалуй, равно как и другие моменты, этот момент является одним из кирпичиков, которые привели к тому, что вы чувствуете себя неудовлетворенным. У вас... Я не очень хорошо помню первое письмо, как я уже говорил, я удаляю документы. Но я помню, что вас не было... Да и вы писали, даже по ходу писала, что у вас не было отца, и вас воспитывала мама. И мама, конечно же, не могла воспитывать вас никак иначе, кроме как, ну, с таким очень женским налетом. И понятно, что вы были мягким и добрым отчасти именно поэтому. У вас не было той жесткости и, может быть, дисциплинированности, которую воспитывают в своих детях отцы, ну, естественно, в сыновьях. И из-за этого у вас... Вот сейчас вы, там, начали ходить в спортзал, да, сейчас вы начали заниматься своим физическим положением, физическим состоянием, у вас сейчас все в порядке. Но тогда, конечно, вы об этом не думали, и вам, мальчики, все казались грубыми и задиристыми. Но на самом деле для мальчиков вот то, как они себя вели, это нормально. Градцыки добрые и мягкие, ребята, градцыки, они кажутся ненормальными, потому что все мальчики тоже активные, очень такие грубые и задиристые, особенно если подростковый возраст, это половое созревание, переизбиток тестостерона и так далее, все это, конечно, выражалось именно в грубости и задиристости. По-другому, как говорится, это никак. И вам нужно принять для себя, понять, что ваша жизнь, вот изначально, с самого детства, случилось так, что вы, благодаря специфике своей личности, никак не могли влиться в коллектив школы. Вы общались с девочками и дружили с девочками. Но, как я понял, да и в принципе знал, что девочки, они дружить не особо могут, не особо умеют, потому что вы хотели найти хороших друзей. И именно поэтому, вот потому что у вас не было изначально предпосылок к тому, чтобы отвечать требованиям мужского коллектива в школе, вы были своего рода изгоем. И, ведь понимаете как, изгой – это человек, который не вписывается в рамки того общественного социального круга или слоя, к которому он относится. Но можно говорить о том, что вы просто другой. И вы это понимали, что вы другой. Вы это очень хорошо понимали. Вы надеялись, что ситуация избравится в институте, наивно верили в то, что в высшем учебном заведении самые умные и культурные люди. Но на самом деле, именно вот ваша наивность, которая, знаете как, продиктована, вот продиктована тоже таким женским, немножечко отношением к миру, я бы сказал даже эмоциональным отношением к миру. То есть, для женщины характерно вот это вот эмоциональное увлечение, эмоциональный такой подъем и после достаточно серьезное разочарование, если результат не оправдывает, как бы, ожидания. То есть, ваша большая проблема, проблема, которая проходит через весь текст, это проблема научных ожиданий. То есть, практически всегда у вас присутствует «я думал, я ожидал, я надеялся» и так далее. Это чисто женская черта. Не нужно думать, не нужно надеяться, не нужно держать в себе ожидания. Это все очень, знаете как, абстрактная такая идеалистическая сфера. Вам нужно слушать то, что вы хотите и делать то, что вы считаете нахудшим. И в зависимости от того, какие действия вы предпримите, вы получите результат. Это основы логики, основы логического мышления. Какие действия вы предпримите, какой у вас и будет результат. Дальше. Дальше следует сказать так. Вы надеялись встретить друзей. Но, определенно, люди, если видят, что человек сам над собой смеется, а вы пишите, что, значит, ну, вы любили подурачиться, любили посмеяться над собой, значит, то вот, они восприняли это как разрешение делать подобные вещи самостоятельно с вами. И здесь мы скажем так. Вот для чего вы сами над собой смеетесь. То есть, вот, не знаю, любите вы сейчас дурачиться или смеяться, но хочу сказать такую вещь, что самоирония очень полезная вещь. Знаете, очень здорово смеяться над другими, смеяться и над собой. Но когда человек смеется только над собой, он себя не уважает. Когда он смеется только над другими, он не уважает других. Если человек смеется и над собой, и над другими, человек не делает различия между собой и другими, то, в принципе, опосредует, вот, собственно говоря, его контакты. И смех, смех является одним из самых ключевых, одним из самых главных, таких, знаете, обобщающих ближайших факторов. Я бы сказал так. Поскольку у вас явно смех над собой был для того, чтобы как-то вот привлечь внимание к себе, то очень быстро вы поняли, что это средство не работает. Смеялись вы, видимо, только над собой. Нурмины смеяться вы не умели. И это привело к тому, что над вами стали все смеяться, над вами стали издеваться. Что сказать дальше? Ну, понимаете, вот, опять-таки, для вас подобное поведение, когда смеются над вами, когда обижают, там, оскорбляют и так далее, это ненормальное поведение. Для вас это ненормально. То есть вы бы сами так никогда не поступили. Вы добрый, мягкий, там, порядочный человек и так далее. Но другие люди не такие. Они могут просто, вот, просто так, совершать такие вещи. Бумажки с оскорбительными надписями, там, значит, кидались смолётики и так далее. Для них это развлечение. Но это развлечение, лишенное какого-либо личного, знаете как, персонального, или лучше сказать, персонифицированного характера. То есть, я, чтобы понятнее вам было, скажу вот так. Я бросаю в вас самолётик, да, вешаю вам надпиную бумажку, с оскорбительным словом, не потому, что вы мне лично не нравитесь, а потому, что это весело. Я не преследую цель лично вас оскорбить, потому что вы мне ничего не сделали. Но у меня есть потребность, у меня есть желание развлечься, и я, чтобы достичь этого желания, я оскорбляю вас. У меня нет какой-либо цели, у меня нет какого-либо умысла, самоутвердиться за ваш счёт. Потому что у меня с самооценкой всё в порядке. Если бы у меня не было всё в порядке с самооценкой, я бы, наверное, ну, сидел бы очень тихо. У меня всё в порядке. Мне просто хочется развлечения. И я развлекаюсь. Та самая студенческая жизнь, о которой вы так много говорите, ну, в процессе своего письма, она именно в этом и проявляется. Она именно в этом и проявляется. В том, что люди издеваются друг над другом, друг над другом, в том, что они там как-то прикалываются друг над другом, веселяются и прочее. В том, что они могут совершать какие-то безумные вещи, там, потреблять алкоголь, курить что-то ещё. Понимаете? В этом заключается студенческая жизнь. И она, как ни странно, у вас была. Да, она была немножечко не той, какой вы хотели. Но она была. Вы её не принимали, потому что вам это не подходило. Но на самом деле все через это, как бы, все через это проходят. То есть, самолёчки, оскорбления, там, надписи, да далее, всё это просто шутки. Невинные шутки. Яркий пример можно привести, вот, знаете, когда в каких-то фильмах хуйцев, да, вот, люди веселятся, веселятся, потом происходит несчастье, находят, находят мёртвого студента, например, и разбрасывают других, о том, что случилось, может быть, это кто-то из, ну, нагурсников сделал, как правило, все говорят, что, ну, все говорят, что, во-бшу-то, они ничего такого плохого не хотели, это просто было весело. И вы, на самом деле, находились на близком расстоянии от того, чтобы в это веселье погрузиться. Вам нужно было просто ответить тем, что, но вы, вы считали себя другим, и мы считали себя, ну, как бы так сказать, ну, выше. И в этом мы не участвовали. Но тогда возникает вопрос. Вот вы говорите, что не можете, например, вернуться в студенческую жизнь. На самом деле, никто не мешает вам получить третье высшее образование, никто не мешает вам делать это очно, и, в принципе, вы можете сделать, ну, можете еще раз окунуться в студенческую жизнь, но вопрос в том, что для вас она представляет собой. Ведь вы понимаете, что уважение, место, ценность, положение в обществе студентов нужно добиться, а добиться как? Показать, что на их уровне, вот, на их уровне, на их языке, вы умеете говорить. Либо, если вы говорите на другом языке, то говорить настолько громко, настолько, вот, четко, настолько уверенно в себе, да, чтобы они вас услышали, чтобы они прислушались к вам, для этого нужно иметь убеждение, для этого нужно иметь харизму, чтобы уметь людей завести и повести за собой. Вот, и вам нужно задать себе такой вопрос, что для вас ближе влиться в коллектив, который уже есть, если, например, все люди вокруг вас занимаются каким-то образом жизни, то там, например, издеваются, там, так далее, там, друг на другом подшучивают, то и вам нужно делать то же самое, но при этом не забывать о себя, при этом не забывать о том, что, ну, именно с собой тоже шутить. Если вам это не нравится, тогда определите для себя интерес, вот, что для вас есть веселье, и если у вас не распространенный интерес, то будьте готовы к тому, что таких людей будет немного, но эти люди разделят с вами эти интересы. Нужно просто быть внимательным и искать людей по тому признаку, который вас устраивает. Вы, к сожалению, этих блинников не назвали, то есть, вы перечисляете достаточно толпы студентов, абитуриентов, переживают они по поводу своих заданий, у вас этого не было, потому что вы учились легко, но про заведение мы сейчас поговорим. Вам нужно вести себя в обществе, вот, из двух вариантов поведения в обществе, которые я вам предоставил, вам нужно выбрать свой, какой имени. Я думаю, что у вас с легкостью получатся оба варианта, но второй получится, если вы будете уверены в том, что вы вот, ну, то, что вы говорите, это действительно интересно, действительно правильно, действительно как-то вот истинно и так далее. Только да, вы можете повести за собой людей других. Ну, а если вы к этому не готовы, то, собственно говоря, да, вам отдастся только принимать интересы других людей. Дальше. Вот у вас здесь проскакивает такая интересная фраза, что надо реагировать на насмешки спокойно с высоты своего роста. Простите, но мы уже сказали, что обидчики это не те, кто пытается нацердиться за вас счет. У них все в порядке. И в студенчестве, и в школьные годы действуют другие принципы, не такие, как во взрослой жизни, не такие, как имеют место, например, при работе с клиентами, о которых вы говорили, я тоже обязательно скажу. Здесь имеют место просто развлечения. Никакой высоты вашего роста нет. Вам нужно всего лишь разговаривать на понятном языке с этими людьми. людьми. И все. Везде есть спокойные люди, везде есть задиристые люди, везде есть уравновеженные и так далее. Вам нужно выбрать, кому вы больше тяготеете, с кем у вас больше интересов, а главное вам нужно каждому уметь достойно ответить. Поэтому нужно с каждым уметь разговаривать на его языке. Если этого вы не можете, то будут у вас проблемы. Проблемы будут с такого плана всегда. Видите, идет человек насмешливый, который там всех высмеивает. Вы высмеете его. Ему это не понравится. Ему это не понравится, скорее всего. И он начнет высмеивать вас. В надежде, что вы обидитесь. Но вы не обещаете. Потому что он вас высмеет. И вас заденет насмешка только в том случае, если она найдет отклик в вашей душе. Если вы сами будете согласны с этим человеком, а если нет, если вы не будете согласны с этим человеком, то вас это и не заденет. Так вот и сделайте так, чтобы насмешки возможны, которые вам может быть еще предстоит переживать, вас не задевать. Человек либо говорит о вас правду в своих насмешках, либо выставляет на показ ваши недостатки, которые вы знаете и так, и которые вы принимаете в себе, либо он говорит неправду, и тогда на что обижаться. Если человек говорит о вас правду, если вас это задевает, не обещайтесь на него, лучше постарайтесь скупировать то, что он говорит, лучше постарайтесь исправить, изменить что-то в себе так, чтобы вам не было обидно. Если человек высмеивает недостатки, которые есть объективно у вас, просто подститесь вместе с ним над ними, ибо это действительно отлично. Вы знаете, я попробую привести вам такой пример, честно говоря, на протяжении прочтения вашего письма мне хотелось привести какой-то пример, и вот, я думаю, сейчас, в принципе, очень подходящее время для того, чтобы это сделать. Если вы успели заметить, я не пишу заглавных букв на их сообщения, не ставлю нагнув припинания в своих сообщениях, в отличие от вас, например, которые все это делают и пишут очень грамотно, с точки зрения знаний, с точки зрения грамматики и так далее. Почему я этого не делаю? Потому что в чате, когда мы переписываемся, я не считаю, что это важно. и знаете, я не буду скрывать, как бы иногда в предложениях каких-то, конечно, не знаю, где поставить специфиту, потому что в силу того, что я изучал научную литературу и продолжаю как бы расширять свои знания, можно иногда построить очень сложные предложения. И если я буду думать о том, где поставить там запятую, у меня получаются действительно очень сложные предложения иногда, то я, наверное, потеряю время, а время моё это время клиента. клиента. И получается так, что это не эффективно, это не рационально. Так вот, некоторые люди могут сказать мне о том, что я пишу вот так. То есть неграмотно, бескультурно и так далее. Ну и что? Вы скажете мне на этих людей обижаться? Но зачем? Это правда. Это правда. Я не скрываю это. Я не думаю, что я буду менять свой стиль письма. Только из-за того, что мне эти люди так сказали. Я не думаю, что я буду обижаться на них за то, что они мне говорят. Я не думаю, что я буду переживать по поводу того, что из-за этого они не хотели со себя этих людей, которые из-за стиля написания текста отказываются работать с человеком по своей проблеме. Но это люди, которым явная помощь не так сильно нужна. То есть на этом примере можно увидеть, что если есть какие-то объективные недостатки, которые вы знаете осознаете и которые вы принимаете а вам нужно принимать недостатки свои если вы не можете ничего с ними сделать. Ну данный момент. Вам нужно принимать себя таким, какой вы есть, вам нужно принимать других, такими, какие они есть. И здесь мы вновь здесь мы вновь подходим к тому, что у вас немного женственное поведение всего того, что женщина она когда хочет выглядеть идеально, и вы наверное тоже хотели выглядеть идеально. В действительности это путь в никуда, потому что никто идеальным выглядит не может. и всегда человек ошибается. И женщина действительно очень сильно настраивается из-за того, что вот она например не выглядит так, как она хочет, что у нее не получается сделать так, как она хочет. Она перенимает, потому что если она эмоционально как бы настроена на результат, то она считает, что результат уже есть. Это ошибочное поведение. Результат будет только действовать. И желая выглядит идеальной, женщина по сути дела не принимает сама себя. Но у женщин это специфическая особенность поведения. У мужчин такая особенность поведения к сожалению только вредит. И поэтому вам вот то, что вы хотели тем, кем вы себя считали, это только мешало. Потому что вы, например, дальше по ходу вашего письма это будет раскрываться, что нас фишки уже прекратились, осадок остался, да. Но давайте подумаем, почему нас фишки прекратили сами собой. А вот это уже не весело было. Ну не приносило это никакого развлечения больше. И это прекратили. А всем осадок остался. В том что люди хотели повеселиться. Это нормально, молодые люди. Но вы этого не принимали. Почему? Потому что вы считали себя лучше. Потому что вам и мама и вот те кто дал вам установку. Они называли людей, которые над вами насмехали. Ну просто теми, кто хочет самоутвердиться выжить, только зачем самоутверждаться? Есть ли причина для самоутверждения? Они вам естественно не сказали. Потому что они давали вам ту установку, которая была лучше всего, удобнее всего. А деле это не так. и вот от этого восприятия себя таким, каким вам хочется себя видеть, а не таким, какой вы есть. На самом деле, в данный момент времени, вот это тоже ваша задача. Принимайте себя таким, какой вы есть. Будьте, а не коситесь. Не пытайтесь сказаться. Будьте тем, кто вы есть. Если вы мужчина, и вы хотите общаться с друзьями, хотите общаться с другими мужчинами, разговаривайте на их языке. По-другому найти общий язык не получится. Если только по общим интересам. Но по общим интересам, как я понял, у вас не получилось, а потребность в том, чтобы веселиться, вот эта вот социническая жизнь, неудовлетворенность тем, что вы не догуляли, она осталась. Чтобы ее не было, нужно во всем этом участвовать. Надеюсь, я смог этот момент вам достаточно подробно разъяснить. Теперь дальше. Дальше у нас идет большая такая часть про то, что вы выбрали не тот университет, а по сути дела не ту работу, то есть вам пришлось работать, работать в экстремальных условиях, к которым вы оказались совершенно не готовы. И вы знаете, как ни странно, вот как ни странно, ответ на ваш вопрос, который вы задаете в конце, он находится прямо здесь, здесь, в тексте вашего сообщения, и я вам его постараюсь даже зачитать, если найду его, но пока еще хотел бы вам сказать следующее. Значит, когда вы писали о том, что вот социальный государственный институт, есть просто государственный университет, а есть социальный государственный университет. Так вот, в государственном университете, а нет, социально-гуманитарный, прошу прощения, социально-гуманитарный институт, социально-гуманитарный институт изначально был вам ближе, социально-гуманитарный институт, да, изначально был вам ближе. Почему? Потому что ТАСС за счет вашего образа жизни, за счет особенностей вашей жизнедеятельности, за счет того, что там работала Мама, вы там были, он вам был родным, был роднее, вам все было знакомо. А государственный университет был более отдален, он казался вам чешим. И люди из социально-гуманитарного института объясняли все просто и понятно. А из государственного университета просто насчитывали материал, не беспокоился о том, понимают ли что-нибудь ученики. И давали сложнейшие самостоятельные работы, которые ставили тройки всему классу. Вот это, прямо цитирую, это ваше слово. И это укрепило ваше желание поступить именно в социально-гуманитарный институт. Что сказать? Вот давайте попробуем. Знаете, вы очень много писали про оба института, вы очень много писали про них, очень много сравнивали. Но я бы хотел поработать именно вот с этой частью, с первой частью, потому что она является ключевой. Когда вы поняли и осознали, что ваши способности во многом превышают уровень знаний, которые дают преподаватели в социально-гуманитарном институте, Вы закончили, по сути дела, одну из ситуаций и перешли в другую. Какую именно ситуацию вы закончили? Вы закончили ту ситуацию, которая укрепила ваше желание поступать именно в социально-гуманитарный институт. И это также та ситуация, где вы считали, что не ошиблите учебу в государственном университете. И вот теперь давайте скажем так, что этот момент является для вас ключевым. Когда вы хотели поступить в социально-гуманитарный институт, вы, простите, знали о том, что ваш уровень способностей превышает тот необходимый уровень, который необходим для учебы в государственном университете? Нет. Вы знали, как учат в социально-гуманитарном институте? Да, знали. Просто и понятно. Объясняют материал. И это так оно и есть. Что интересно, это так и нечто. Только в той ситуации, когда вы поступали уже в институт, прошу прощения, вы этого не знали. Вы не знали всех тонкостей. Вы не знали, например, что там преподаватели относятся довольно демократично к студентам. Вы не знали о том, что там нет необходимого уровня знаний и так далее. Вы не могли этого знать. Потому что вы хотели идти туда, где вам понятно и проще объяснять. И на тот момент, вне зависимости от того, чем вы руководствовали, что вы думали и так далее, у вас не было другого выбора. Почему? Потому что вы находились внутри ситуации. И когда вы находитесь внутри ситуации, у вас нет иного выбора, кроме как тот, который вы завершаете. И в этом заключается парадокс принятых решений. Когда человек находитесь в ситуации, он принимает решение, он делает выбор. И делая выбор, он какое-то время в этой ситуации еще находится. А потом, он переходит в другую ситуацию. И эта другая ситуация, она отличается от предыдущей. И в этой другой ситуации, человек на ту, что уже прошла, смотрит совершенно иначе. Смотрит совершенно по-другому. И именно потому, что он ее видит по-другому, ему кажется, что он мог поступить иначе. Именно за счет того, что угол зрения изменился, эмоциональный фон поменялся. Насприятие окружающего мира изменилось тоже. Но все это не сделало возможным принятие другого решения тогда, потому что всех этих знаний у вас не было. И все это не подняло. И все это не может помочь вам изменить то, что уже случилось. И на самом деле, вот, это является тем ключом понимания того, что вы жалеете. Вы жалеете, что вы не поступили, вы жалеете, что вы там что-то не сделали, что-то не доработали, не дожали, не договорили. На самом деле вы и не могли, потому что это сейчас. По прохождению времени у вас есть понимание того, что вы могли поступить тогда по-другому. Но в действительности, в действительности, в действительности не могли. Это всего лишь иллюзия. Иллюзия наступает сразу после того, как вы перестаете быть в ситуации. И тогда, когда вы хотели поступить в социально-гуманитарный институт, вы ведь даже не сомневались в том, что вам там будет хорошо. Нет. Потому что все, все признаки говорили о том, что вам там будет лучше. И ничто не говорило о том, что будет хуже. Да, вы ошиблись. Ошиблись. Да, вы осознали, что вы попали не туда. Но это уже стало после того, как вы сделали то, что хотели. Без этого нельзя было этого осознать. Без попадания туда нельзя было осознать, что в другом месте лучше. Без сравнения, без непосредственного взаимодействия с тем, что человек делает, нельзя это изучать. И никто не даст гарантии, что в государственном университете сразу у вас было бы лучше. Да, там гораздо качественнее преподают материал. Да, там очень тихо на лекции. Да, там преподаватели действительно работают на совесть. Так и есть. Но, это все вы понимаете уже сейчас. С высоты своего опыта. После чего, через что вы брать, что ли. А если бы вы оказались там сразу, никто не знает, как бы вам было так. Никто не знает. Потому что вы ведь не хотели в государственных университет изначально. Именно из-за того, что там еще шло. А нельзя оценить возможности, не применив их. Нельзя понять, что ты можешь, не начав что-то делать. Вы начали делать, вы убедились, и вы теперь учитесь на втором образовании. Вы получаете теперь второе высшее. А если бы вы сразу попали в государственный университет? Ну, никто не знает, как бы там было. То, что вы думаете, это опять-таки ваши мысли. Это опять-таки ваши представления и ваши надежды. Но вы уже могли убедиться неоднократно в том, что ваши надежды имеют свойство не сбываться. Поэтому не нужно мыслить тем, что может быть. Тем, что могло бы быть. Нужно мыслить тем, что есть. Так мыслят мужчины. И давайте на этом мы с вами постараемся закрепиться. Далее. Вы не можете по счету тела требовать от себя того, чтобы знать что-то заранее. То есть, вы не могли знать заранее, как все будет. Поэтому и жалеть о том, о чем вы знать не могли, не стоит. Надеюсь, этот момент я смог донести на вас тоже более-менее правильно и понятно. Что дальше? Дальше идет, как бы, часть про то, что вы пишете о своих проблемах. То есть, вы подъехали время, вы приобрели опыт, но зачем вам этот опыт, спрашиваете вы, зачем вам эти проблемы, если вы там могли бы, ну, сейчас бы здесь больше, если бы не ошиблись. Про ошибки мы уже сказали. А теперь давайте поговорим по поводу того, что есть проблемы. Вы знаете, я бы хотел начать немножечко издалека и спросить у вас о том, что такое рост. Вот, что такое рост на физическом уровне, на клеточном уровне. Это деление клеток. То есть, когда, ну, как бы, вместо одной клетки, грубо говоря, образуются две клетки. Это рост. Хорошо. Рост – это процесс. Процесс – это изменение. Изменение всегда сопровождается чем? Ну, наверное, изменение сопровождается какими-то сопутствующими процессами. И в росте человека эти сопутствующие процессы всегда страх, всегда стресс, всегда боль, всегда переживание. Хотите вы везти в это или нет, но если человек реально приспособлен к тем жизненным обстоятельствам, с которыми ему приходится согнуться, ему волей-неволей всегда придется испытывать боль. И без этого невозможно. Когда вы видите других людей, вот у вас проскакивала фраза, что вы завидуете другим людям, что вы вот смотрите на них, завидуете, как им хорошо, как у них все здорово там, и так далее, вы видите только внутреннюю, вот внешнюю сторону их жизни. Вы видите вершину Айсберга, то, что они выставляют на показ. Но не видите ни их внутренней жизни, ни их переживаний, ни их проблемы, ни их страх. А это и всегда. И боль, и страх, и переживания испытывают все. Просто каждый по-своему. Вот это произошло так. Все то, что вы сейчас имеете, да, вам это может быть на пользу и не пойдет. Может быть, это тоже может быть это тоже и нет. И сильнее может быть вы не встали. Но зато вы выросли и приобрели опыт. Этот опыт, какой бы он никаким бы не был, он уже есть в данный момент в жизни. И не нужно довольствоваться тем, что есть. Нужно улучшать то, что есть. Приумношать то, что есть. Вот и старайтесь приумножать свой опыт. Он вам дан, он вам дан. Используйте его по-моему. Не думайте о том, как он получился, не думайте о том, как он у вас появился и образовался. Он уже есть. Он не уйдет. И изменить вы его не сможете. Вы можете получить новый опыт. Вы можете получить новые знания, что вы сейчас и делаете. но для этого нужно приумножать то, что есть сейчас. И все. И я бы, если честно, отказался бы от этой идеи, что есть такой безболезненный рост, безболезненный развитие. у человека знаете, вот когда первобытные люди жили представлениями, да, они жили магическими представлениями, сказочными представлениями о мире, у них не было проблем. Потому что они вверяли себя полностью другим вообще измерениям, другим категориям и так далее. Как только человек перевел мистические представления в рациональные, в разумные, тут и начались проблемы. Потому что самому приходится что-то решать. Но проблемы это значит препятствия. Преодоление препятствий значит жизнь. Отсутствие препятствий, отсутствие проблем есть отсутствие жизни. Человек живет пока у него есть проблемы. Вы не стремитесь к отсутствию проблем. Отсутствие проблем не бывает. Отсутствие проблем значит смерть. Отсутствие проблем значит деградация. Я думаю, что то, что с вами произошло именно закаливо. Вот знаете, не сделалось сильнее как-то не было может быть что-то нового. Именно закаливо. Вы научились работать в стрессовых условиях. Хорошо это или плохо я не знаю. Но это есть у вас. И вы можете воспринимать это как что-то плохое. вы можете воспринимать это как что-то оскорбительное ужасное для себя. А можете пользоваться так, как вам того хочется. Пользоваться так, чтобы было не стыдно вам. Пользоваться так, чтобы добиваться того, чего вы хотите. Ваша история, ваша жизнь сделала вас крепче, она сделала вас тверче, она сделала вас устойчивее. И это прекрасно. Эти качества дальше по жизни вам очень сильно помогут. Эти качества по жизни дальше вам окажут не одну и не две услуги. Может быть вы этого даже не замените. А может быть вы никогда бы не пошли заниматься физической культурой, если бы не было с вами того, что произошло. Теперь дальше. Дальше вы задаете такой вопрос вопрос вас задевало то, что все сравнивали вот когда вы учили в социально-гуманитарном институте все сравнивали его процесс с государственным университетом. И вы знаете вот во-первых всегда есть какой-то эталон. Вот в Москве например МГУ это эталон. И считается, что образование МГУ будет самое лучшее. Но на самом деле и в том, что касается реакции этих людей, и в том, что касается реакции преподавателей, и в том, что касается вашей реакции их известная доля социального веяния. Если считается, что в МГУ например, самое лучшее образование, все будут думать, что именно там получаются самые лучшие специалисты. На самом деле процесс обучения в любой дисциплине, в любой сфере зависит от личности преподавателя. Вот как преподаватель подойдет к процессу обучения, как он наладит контакт со своими студентами, так и будет происходить процесс обучения. И не важно, в каком университете вы учитесь. Да, может быть где-то больше дисциплины, может быть где-то общее качество образования лучше. Но это зависит скорее от потребности самого студента учиться. студента хочет, он на этом все выиграет. Но обучение, его качество не зависит от заведения. Это зависит от желания самого студента. Это зависит от желания самого преподавателя. вы могли не проходить все занятия, вы могли не читать лекции, не слушать их, но вы могли сами читать материал. и если бы вы сами читали материал, и сами создавали себе задачи, обучение было бы ничем не худе в социально-гуманитарном институте, чем в государственном университете. Ничем. Но вы этого не делали. И это опять-таки навязано извне мысль о том, что какое-то учебное заведение лучше другого. Нет. Знания, они одинаковые. Авторы даже одинаковые. Вот если, например, ветвь психология. Считается, что первым основателем факультета психологии это Леонтьев. И простите, теория Леонтьева материал Леонтьева он изучается, я уверен, со всех университетов страны психологии. Равно как и Фрейд, Равно как и Юнг, Равно как и Франкл, и тот же Абхан Маслоу, и Роджикс, и так далее. Все. Почему? Да потому что знания едины. Да, преподаватель может по-другому читать, например, того же Фрейда, или того же Фехнера, и так далее. Да, может быть, но, материал-то один. и по сути дела, если человек хочет получить знания, он получит их где угодно, и не важно где, и не важно как. И поэтому те люди, которые спрашивали вас, где вы учитесь, они гнались не за тем, чтобы реально узнать, где вы обучаетесь, они гнались за тем, чтобы для себя обозначить престиж. Если вы учитесь в социальном гуманитарном институте, ну, вы не очень, не очень, знаете, такой подходящий собеседник. Вас уважать нельзя. Если вы учитесь в гуманитарном университете, можно. А как вы учитесь? Получаете вы знания? не получаете его знания? Это уже не важно. Важно сам факт. Равно как и для работодателей. И только пока один работодатель реальные ваши способности не проверил, эффект никакого не было. Не играет никакой роли учебное заведение. Нигде. Никогда. кто кто хочет, всегда их получит. Кто не хочет, не получит. Никогда и нигде. Дальше. Дальше вы пишете обратно, что ваши родители, в частности ваша мама, пытались оправдать то, что у вас происходит в процессе обучения. ну, на самом деле, что это заключается в том, что она, будучи, наверное, еще жительницей Советского Союза, действительно считает, что нужно чем богатой, тем радой. Ваша мама, она не обрабатывает. Она действительно так думает. И это ее точка зрения. это ее мнение. Это ее позиция. Вам эту позицию не переделать. Вам эту позицию не принимать. Никак. Никак. И вы знаете, вот ваша мама, она по сути дела, она хотела для вас самого лучшего. и она пыталась дать вам то самое лучшее, что по ее мнению было. Не стоит на нее обижаться, не стоит хранить обиду обиду на вашу маму. Она, я уверен, любит вас. И хочет для вас самого лучшего. она хочет по-своему. Но хочет по-своему. Вы к ней прислушивались. И вы привыкли к ней прислушиваться. и вы привыкнув, привыкли к ней прислушиваться, привыкли считаться за ее мнение. И упустили, конечно, этот момент, когда ее мнение оказалось слишком узким для вас. слишком неверным, ограниченным, не подходящим для вас. Но вы по инерции все еще пытались ее мнение придерживаться. Далее вы пишите про то, что люди нас, вот когда вы работали, я этот момент выделил, что очень мне показалось это значимо, вы говорите, что так спрашивают люди, у которых есть внутренний конфликт, но разве это может служить оправданным? А далее вы приводите пример себя, и знаете, вот здесь очень важная тонкость. Очень многое зависит от интеллектуальных способностей человека. если кто-то, например, ваш клиент звонит и начинает обвинять другого, например, вас просит, этот человек крайне недалекий. Он умный, да, у него есть академические знания, может быть, у него есть инскульпедические знания, может быть, но это далеко не умный человек с точки зрения интеллекта. Ум есть, интеллекта нет. Интеллект это развитие, это понимание, интеллект это приспособленческая и познавательная функция. так вот, интеллектуальный человек никогда не будет обвинять другого, потому что он осознает, он сознает себя, он познает окружающие, а недостаточно интеллектуальные люди всегда будут обвинять других, потому что это так проще. И да, дефицит не оправдания, но дефицит причина. Дефицит причина для какого поведения этих людей. И знаете, вы понимаете, но в силу своего воспитания, в силу моральных ценностей вы других не винили. Но это же так легко обвинить других в том, что у вас проблемы. Поэтому нужно различать людей интеллектуальных и людей ну как бы недостаточно развитых. потому что недостаточно развитые люди они не подходят под те требования недостаточно развитые интеллектуальные люди не подходят под те требования которые вы предъявляете для себя. Кроме того очень важно знать что следить людей по себе не стоит. У каждого своя история, у каждого своя жизнь, свои обстоятельства, свое детство, свои переживания, свои страхи и свои ситуации. когда человек например вот вы возле службы технической поддержки банка человек звонит и пытается у вас узнать куда делись его деньги то знаете ли мало волнует что вы виноваты или нет. Человек который потерял свои последние деньги он думает что и вы виноваты в том что он их потерял. человек вообще винить всю систему в том что она лишила его денег. И чем больше денег она его лишила, тем критичных денег она его лишила, тем более проблемно это происходит. Тем более проблемно этот человек реагирует на то что с ним происходит. И он готов обвинять всех и каждого в том в том что он находится в аффекте аффекте и именно аффект не дает ему осознать что причина не в вас что вы только сотрудник что вы не хотите его обворовывать но он этого не понимает он недостаточно интеллектуально рад а может быть у него такая жизненная ситуация. Если вы хотите помогать людям в первую очередь вам нужно уметь поставить себя на их место. Без этого никогда вы не сможете никому помочь ну как бы это сказать не полноценно а вот знаете так с душой потому что чтобы помочь человеку чтобы оказать реальную помощь нужно сделать проблемы его проблем своими проблемами и вот только тогда можно говорить о том что все действительно получится дальше вы пишете про то значит что значит вы у вас неприятен к работе а вы тут предполагаете что ну вы сейчас не хотите работать что хотите веселиться что работа вас не радует что работа сопряжена со страхом болью и стрессом и вы знаете я думаю что вся проблема в том что у вас нет досуга то есть вы не веселитесь а у вас есть только работа учебы и все это неприязнь она связана именно с тем что у вас по сути ничего и нет кроме работы у вас нет развлечений у вас как бы судя по всему нет друзей а это чем это хочется вы молодой человек и вот именно поэтому вы не хотите работать и зарабатывать деньги а если бы у вас были развлечения если бы у вас скажем так были объекты на которых можно потратить деньги то тогда ну в принципе я думаю вам бы хотелось работать зарабатывать вам бы хотелось зарабатывать дальше вы пишите про то что ваши проблемы не имеют права на ситуацию что вы что вы отличник окончивший школу с медалью оказался лишён чего так жаждали и снигнание общение с людьми ну в принципе об этом я уже говорил смысла постараться я не вижу поэтому мне бы не хотелось говорить одно и то же вот хочу только добавить вам что общаться с умными людьми никто не запрещает на самом деле и место ваше оно знаете как оно ведь не сделало вас ближе или дальше к знаниям вот сейчас вы эти знания получаете получаете это хорошо а по поводу жалости и сожаления относительно того почему вы не получили свое время того что вы хотели почему вы оказались лишены того что вам нужно я в принципе уже говорил и не думаю что нужно данного это повторять дальше то что касается вашей мамы я в принципе тоже говорил говорил об этом она она у вас хотела как лучше она приводила пример себя и здесь мы скажем так что взрослые люди взрослые люди они воспринимают все по-другому взрослые люди они видят все так как они хотят видеть в своем ограниченном немного мире и они самое главное пытаются оправдать себя всегда почему потому что они знают что они долгое время жили по определенным законам правилам и так далее если сейчас например ваша мама признает что она была не права то это простите означает для нее что она неправильно вас направила учиться что она неверно сделала что поддержала что не поддержала вас что желание перевести что она неправильно на вас реагирует вообще у нее неверные ценности и взрослый пожилой человек должен будет по сути дела переначивать всю свою систему ценностей это знаете ли очень очень страшно для взрослого человека это практически невозможно и поэтому взрослые люди понимают жизнь да они понимают ее по-своему жизни детей они распоряжаются так как считают нужно и они делают это так им кажется наиболее верно и своих ошибок они не признают потому что это для них слишком страшно и трудоемко а еще родители очень неплохо так на детей проецируют свои собственные переживания свои собственные страхи свои собственные неудачи и собственные желания и поэтому многое из того что говорит вам ваша мама например следует воспринимать не как желание распоряжаться жизнью детей с полной уверенностью значит и завершение ошибок а как проявление собственных потребностей проявлениях собственных а значит ну собственных амбиций и вся деятельность она направлена только лишь на то чтобы доказать себе и другим что они правы и вот в принципе мы на самом деле разобрали все ваши основные вопросы которые вы задаете мы с вами раскрыли весь объем проблем которые вы описали ну по крайней мере я надеюсь что раскрыл потому что вы сами дадите оценку тому насколько все получилось качественно и соответствующее тому что вы ожидали в любом случае я старался что все что касается того что вы пишете ради чего вам перечли то я думаю что следуя пирамиде по слову вы можете однагомиться самостоятельно вам нужно вот эту счастливую студенческую жизнь для себя обрисовать то есть какая она вообще для вас и должна быть какой она для вас представляется и вот к этому стремиться поверьте вы еще можете это все получить вы можете и третье образование как я уже говорил получать вам нужно представлять что для вас это счастливая студенческая жизнь не идеализируете ли вы ее а главное что вы хотите от нее получить и то что вы хотите от нее получить веселье безработность так далее все это можно получить и в жизни без студенческой жизни но вам хочется беспечности и и это беспечности это беспечности она да вот беспечности у вас прошла Потому что, как в школе, когда вы тут только учились, получали оценки и все, и как могло бы быть на первых курсах университета, когда вас так же содержала мама, так, скорее всего, уже действительно не будет. Но, прежде чем переживать, давайте спросим себя так. А вы с вами хотели бы остаться без средств к существованию? Или жить только на шее у своей мамы сейчас? А как вы думаете, можно совмещать работу и учебу? А как вы думаете, на студенческую веселую и счастливую студенческую жизнь не нужны деньги? Я думаю, что у вас и здесь проскакивает также некоторое идеалистическое отношение к этой самой счастливой студенческой жизни. Студенам ведь постоянно не хватает денег ни на что. Я не думаю, что это так уж здорово. А у вас, скорее, эти деньги вполне хватит на то, чтобы обеспечить свои запросы и запросы тех, к которым вы будете, например, веселиться, нужно использовать то, что у вас есть сейчас для оптимального достижения ваших целей. И для начала определить все, что есть веселье по вашему мнению. Далее. Работа, к которой вы оказались не готовы. Вы знаете, никто никогда не готов к работе. Вот серьезно. Поскольку у нас всегда происходит сперва практика, а потом отпуск, без обеспечения, сперва теория, потом практика, что практика всегда очень сильно отличается от теории. И когда человек, получая теоретические знания и идет работа, он всегда, всегда, по сути, выносит заново учиться. Так было всегда. Вне зависимости от того, какие бы вы знания не получили. Я приведу пример. После окончания очень престижного юридического высшего учебного заведения, человек сперва идет, ну, обычным работником, да, может быть, младшим юристом, даже не младшим юристом, а помощником юристом идет сперва. Набирает опыт. Помощник юриста. Человек, который уже, в принципе, ну, прошел очень нормальную такую школу обучения. Помощник юрист. Набираем опыт, практику. Потом там младший юрист и так далее. То есть сразу никто серьезной работы не делает. Правда, никто серьезной деятельностью не занимается. Практический опыт – это совсем другой опыт. И он получается так все постепенно. У вас не было выбора, и вы оказались в критической ситуации, но, поверьте мне, к работе никто никогда не готов. Все оказываются перед неким стрессом, когда начинается из вас какой-то деятельностью, какой-то работой и так далее. Вам нужно просто делать то, что вы хотите. И вы сами говорите, что хотите открыть свое дело, хотите, чтобы оно приносило вам не очень много денег, но позволит высвободить гораздо больше времени. Вот это и здорово. К этому вам нужно стремиться. Я бы даже предложил вам все ваши силы, все ваши мысли и ресурсы направиться на то, чтобы как можно быстрее, как можно более короткий срок добиться того, что вы сейчас делаете. Как правило, людям нужна какая-то некая стабильная работа для получения стабильного дохода. Это стабильный доход. Люди такие вот, как вы, с амбициями, складывают в свое дело, и потом это дело начинают приносить им гораздо больше дохода. То есть, стабильная базовая работа – это всего лишь основа. Основа для чего-то дальнейшего. И вам нужно смотреть вперед. И уже сейчас, например, думать о том, а вот, что вы будете делать. Когда у вас появится свободное время. Чем вы будете заниматься? Я думаю, что это очень интересный вопрос, на который вам стоит подумать. Далее. Ну, чтобы вам хватало всего и не было неволитворенности, вам нужно понять, чего именно вам не хватает. Хочет вам веселья и беззаботности. Для этого нужно уметь веселиться, понимать, что для вас есть веселье, что действительно приносит вам удовольствие и наслаждение. ну и, собственно говоря, иметь соответствующих людей. Для этого, чтобы иметь ответ по всех людей, нужно искать единомышленников по вашим интересам. То есть, нужно общаться с людьми, которые разделяют ваши интересы, с которыми у вас много всего общего. И тогда у вас будет, ну, в принципе, как раз то, что вы хотите. Потому что веселиться всегда лучше, было бы лучше в компании. И вот, в принципе, вы здесь сами говорите, что вы стали лучше, и это, мне кажется, не в последнюю роль заслуга вашей жизни, которая, как я считаю, вас закалила и так далее. Вы не удовлетворены собой и жизнью, потому что у вас все время казалось, что вы не на своем месте. Но про свое место и про вот это все, что вы говорили, я вам уже рассказал. И если вы сможете это все принять, то вы не станете в душе таким, как прежде. Потому что тот, кем вы были раньше, его уже нет. Тот, кем вы были раньше, был ребенок, наивный ребенок. И сейчас мы имеем человека, человека взрослого, серьезного, который знает, чего он хочет. Но у которого остались некоторые нереализованные желания, которые и заставляют чувствовать себя неудовлетворенно. Я думаю, что от переживаний по поводу вашего прошлого я избавиться вам хоть немножечко, но помог. И первый вопрос, который вы задаете, как избавиться от своих комплексов и переживаний, я надеюсь, что не разобрал. Но хочется сказать вам еще и так. Жизнерадостность, это означает радоваться каждому мгновению. Жизнерадостность означает принимать как дар то, что с вами происходит, как благо то, что с вами происходит. Вы сами говорите о том, что нельзя радоваться тому, что есть. Что это не совсем ваше. И как бы здесь вот не сказать противоречие. Если не радоваться тому, что есть, а стремиться к тому, чего у вас нет, то именно это является привычкой. Стремиться к тому, чего у вас нет. И это не сделает вас жизнерадостным на самом-то деле. Это не сделает вас, ну как вы говорите, более уверенным в себе. Человек увесит в себе еще нерадостным, да так он принимает позитивно то, что у него уже есть сейчас. И вот как ни странно, как ни странно, но факт того, что вы принимаете то, что у вас есть сейчас положительный, ни в коем случае не означает, что нужно довольствоваться тем, что есть. Понимаете, принимать то, что есть и довольствоваться тем, что есть, вообще-то говоря, разные вещи. Я думаю, что вам нужно принимать то, что у вас есть сейчас, радоваться этому, учиться радоваться, думать о том, что могло бы этого не быть. Но вместе с тем и приумножать, постоянно приумножать то, что у вас есть. Чтобы это становилось больше, чтобы оно было качественнее, чтобы оно было полнее и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Получилось очень много. И скажу сразу, что после того, как я закончу запись, я удалю документ. Его больше не будет на моем компьютере, по крайней мере. Запись была большая. Документ тоже был большой. Действительно много материала. Мог я что-то упустить, мог я что-то не разобрать. Может быть, такое вполне возможно. Если такое действительно произошло, по вашему мнению, то задайте мне, пожалуйста, вопрос. Может быть, даже мне прислите документ. И я отвечу вам еще в одной аудиозаписи. Также я попробую ответить на те моменты, которые, по вашему мнению, я не разобрал. Потому что, ну, мало ли, может быть, все-таки что-то я упустил. Хотя я старался вроде бы все описать. А это все. Надеюсь, что вам будет полезно это все послушать. Надеюсь, что появятся какие-то новые вопросы. Новые вопросы, это, в принципе, нормально, это хорошо. Это процесс, это работа. Так сразу избавиться от всего того, что у вас копилось годами, не получится. Но хорошо то, что вы остановите свою проблему, работаете над собой. Я уверен, что у вас все в итоге будет хорошо. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам найти ответы на свои вопросы в моей работе. И если понадобится моя помощь еще, обращайтесь. Буду рад помочь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода